Глава из книги Анатолия Николаевича Рамджана «С миру по нитке». Памятник двадцати шести бакинским комиссарам. С детства я привык к памятнику двадцати шести бакинским комиссарам на площади Свободы. Площадь эта представляла собой сквер, по обоим сторонам которого симметрично стояли два барельефа, в центре которых выступал, как бы из стены, один из комиссаров, сжимая в кулак вытянутую руку. А в центре сквера был фонтан в виде земного шара с осью, из которой била вода. На шаре стоял огромный рабочий и изо всех сил тянул земную ось на себя. Идеологический смысл композиции легко угадывался. Рабочий пытался перестроить мир. В пятом классе, не имея ничего особенного против советской власти, мы с моим школьным товарищем Вилькой Певзнером снялись по очереди на этом земном шаре. Только тянули ось в другую от рабочего сторону. Эта фотография до сих пор хранится в моем альбоме, и удивительно, что нам никто не помешал сделать эти снимки. Был ведь не то 49-й, не то 50-й год. Кстати, продолжу эту мысль в Баку. Теперь я это понимаю. Можно было делать многое, за что в Москве смело можно было бы угодить на 10 лет без права переписки. Например, любимая игра школьников в 164-й хулиганской школе, оттуда меня потом исключили, называлась «За власть советов». В чем был ее смысл? Ты мог спокойно разговаривать с кем-нибудь на перемене, и вдруг подходил твой одноклассник, крепко хватал тебя всей пятерней за яйца и говорил «Кричи! За власть советов!» И ты вынужден был выкрикнуть эти слова, иначе одноклассник не разжал бы руку. Это была игра, и никто по этому поводу драк не устраивал. Зазевался, схватили, значит, кричи. И все кричали. И потому на переменах учились мы без девочек. То и дело в разных концах коридора раздавался клич «За власть советов!» Как-то дома я решил поиграть в эту игру. Я был тогда в четвертом, не то в пятом классе, и схватил за яйца своего отца. «Кричи! За власть советов!» «Отпусти, дурак!» Отец оторвал мою руку и начал вдруг хохотать. «Кто тебя этому научил?» Спросил он. «Вся школа у нас в эту игру играет на переменах. Это опасная игра! Не играй в нее!» Встал на секунду серьезным отец и опять расхохотался. «А почему тебе смешно?» Спросил я. «Потому что остроумно придумали!» Сказал отец. «Пока человека не схватят крепко за яйца, он не закричит за власть советов!» «Понял?» «Теперь я понимаю, какой антисоветской игре мы предавались на школьных переменах!» У всех своих московских друзей-одногодок я интересовался, играли ли они за власть советов в школьные годы. Но никто об этой игре ничего не слышал. Да и выражение «не голова, а дом советов», сказанное человеку, давшему дурацкий совет, я слышал только в Баку. Так что Баку был относительно вольным городом. Я писал уже, что когда тотально был запрещен джаз и западные танцы, в Баку можно было послушать отличный джаз и танцевать танго, фокстрот и даже свинг и рок-н-ролл. А в детском кинотеатре «Ватан» перед сеансами играл оркестр под руководством Владимира Рубашевского, позже ставшему руководителем московского мюзик-холла, известным композитором, написавшим, кстати, музыку к фильмам по моим сценариям, «Самая обаятельно привлекательной» и к Вите Глушакова «Друг Апачи». Так вот, Рубашевский в те страшные годы в детском кинотеатре по вечерам играл со своими музыкантами джаз, гамму, доре-ми и так далее. Все в синкопированном виде и в прекрасной джазовой аранжировке. Детские песенки, вроде «Дедушка-сапожник с шейном сапоги», «В лесу родилась елочка», А заканчивали они одесской песней «Папа-мама, что мы будем делать, когда наступят зимние холода?» «У меня нет зимнего пальтишка, у меня нет зимнего пальта». Этот куплет они пели в начале номера и в конце, А между пением была отличная джазовая импровизация на эту тему, выполненная в лучших традициях музыки, которую транслировал Виллис Кановер. Люди приходили вечером в кинотеатр «Ватан» не на фильм, а на концерт. И после «Папы-мамы» дружно покидали кинотеатр. Неужели о таком безобразии не знали отцы города? Мир Джафар Багиров, может, и не знал, но те, кому надо было знать, знали, но закрывали глаза. Так мне кажется. Но вернусь к площади свободы и бакинским комиссарам, между бассейном с фонтаном и симметричными памятниками, росли ровно подстриженные кусты лавра, из которых торчали бюсты всех двадцати шести комиссаров. На площади по краям были скамейки, и по вечерам это место, где сидели влюблённые парочки. Надо сказать, что в целом этот ансамбль мне нравился. Строгий, лаконичный, в чём-то торжественный. Он явно был в духе конструктивизма, модного тогда стиля, в котором построены очень многие здания в Баку. Госбанк, Дом печати и даже целые районы, Арменикент, например. Перемены на площади свободы начались с того, что сменили её название. Площадь стала называться площадью имени двадцати шести бакинских комиссаров. И вскоре после этого демонтировали и увезли земной шар вместе с рабочим. Впрочем, спустя годы я обнаружил его во дворе какого-то нефтеперегонного завода в чёрном городе. Хорошо ещё, что не переплавили, сохранили. Одновременно, нарушив симметрию, убрали один из барельефов. Ещё через несколько лет выкорчевали бюсты комиссаров из лавровых кустов, убрали из сквера скамейки, а взамен установили бетонный шатёр. Под ним фигуру нефтяника, склонившегося перед вечным огнём. Стиль был нарушен, новый памятник выглядел эклектично. К тому же, возвращаясь с вечеринок под утро, многие из нас были свидетелями того, как ночные сторожа варят на вечном огне чай или картошку в мундире. И чтобы придать площади окончательно новый стиль, заказали московскому скульптору Меркулову композицию 26 бакинских комиссаров. Когда эта скульптура появилась на площади, она вызвала среди бакинцев неожиданную для скульптора и тех, кто заказал ему этот памятник, реакцию. Дело в том, что Степан Шаумян, поставленный скульптором в центр композиции и окружённый остальными комиссарами, был абсолютно голый. Его мужские достоинства были изображены очень натуралистично, тогда как у остальных комиссаров, тоже стоявших голым рядом с ним, Алёша Джапаридзе, Ваня Фиолетова, Неша Диазисбекова и других, эти достоинства были как-то смазаны, выглядели явно инфантильными и не внушали к их обладателям никакого уважения. Начались разговоры на всех уровнях бакинского общества в таком духе. Откуда этому Меркулову хоть говорят, что он и армянин, известно, какой член был у Шаумяна? В истории политического движения в Закавказе об этом нигде ничего не сказано. Ну, допустим, это художественный приём. Но тогда почему у Мишади Азисбекова такой, извините за выражение, чересчур обрезанный член? Тоже приём? Я не говорю о Ване Фиолетове. Показать старшего брата с такой детской писькой – это серьёзная политическая ошибка. Куда смотрит политбюро? Короче, взяв такого рода суждением, скульптору Меркулову было указано на его ошибки. И вскоре перед памятником появился огромный валун, выполненный из того же материала, что и весь памятник. Этот кусок скалы напрочь прикрыл все срамные места комиссаров. «Это уже лучше», говорили бакинцы. Хотя известно, что комиссары были расстреляны в туркменских песках. А откуда там мог взяться такой валун? Теперь получается, что комиссаров расстреляли в горах Кавказа. Многие смельчаки пытались ночью отторгнуть валун от композиции, но это никому так и не удалось. Он прочно был прикреплён к памятнику. И злые языки поговаривали, что закрепили этот валун стальным тросом к самому надёжному месту на памятнике члену Степана Шаумяна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok